Последние пару лет я все чаще замечаю, что визажисты начинают выходить на рынок косметики со своим собственным брендом. И сегодняшнее видео как раз таки одному из этих брендов будет посвящено, а именно бренду под названием Ness Cosmetics. Если вы не следите за элитой мира визажистов, то я вам вкратце расскажу, кто такая Елена Смирнова. Это не просто визажист с улицы, скажем так, который вообще не знает, что он делает. Этот человек уже с 15-летним стажем, это стилист, визажист, парикмахер, мастер международного класса, международный судья, тренер национальной сборной Украины по визажу и боди-арту. Короче говоря, в мире визажа это действительно человек с большой буквы, даже, наверное, с огромной буквы, потому что она не просто чемпион каких-то международных конкурсов, она активный деятель, она постоянно имеет дело с косметикой не только здесь на Украине, но и по всему миру. И самое приятное, наверное, для меня еще, самый приятный бонус в этом всем заключается в том, что она еще и одесситка. И мне посчастливилось с ней познакомиться, я даже у нее расспрашивала несколько вопросиков по поводу ее марки косметики. Кстати, марка косметики ее относительно молодая, ей всего около года, и сейчас она все больше и больше продвигает это в массы, не только среди визажистов и не только среди девчонок, которые в сборной, которые готовятся для конкурсов, не только среди элиты такой, как Таисия Григорьевна Васильева и ее ученики самые лучшие, но также она выходит в массы и все больше и больше она предлагает это обычному потребителю. Бренд Ness Professional Cosmetics производится в основном в Канаде, но также и в Германии, и в Японии. В этих странах как раз-таки и находятся самые лучшие, самые прогрессивные заводы по производству косметики. Также есть в Италии еще очень мощный завод по производству, но вот именно конкретно этот бренд я уже вам сказала, где производится. Кстати, в Канаде тоже производится марка MAC. И забегая немножко вперед, хочу сказать, что мне эта косметика действительно вот создала ощущение такого серьезного профессионального бренда, как MAC. И вот сразу скажу общий свой отзыв, я считаю, что эта косметика где-то приблизительно на этом уровне. У меня сегодня на затесте 4 продукта, все они нанесены у меня на лицо, и все эти продукты я вам покажу в действии, то есть процесс их нанесения на мое лицо, чтобы вы смогли оценить результат до и после и их какие-то особенности, помимо того, что я буду о них рассказывать. Что касается ценовой политики, то, конечно, это не бюджетная марка, потому что она все-таки профессиональная, но в то же время она и не настолько дорогая, как MAC. И мне кажется, что для нашего рынка, для рынка Украины, для рынка СНГ в целом, это очень классная ценовая политика для визажистов и для обычного потребителя, потому что с одной стороны цены все-таки доступны, то есть это не какие-то кусючие цены люкса или кусючие цены какого-то заграничного бренда, который нужно доставлять, платить за доставку. Поэтому это все же цены, которые, в принципе, немножко выше, чем масс-маркет, но в то же время вы получаете совсем другое качество. Давайте, наверное, приступим к обзору, потому что о Елене и вообще о производстве косметики я могу очень долго разговаривать. Я, кстати, думаю, может сделать это какой-то серией, то есть обзоры косметики, которую создают именно визажисты, потому что на рынке сейчас очень много появилось брендов именно от визажистов, и мне это безумно нравится, наблюдать за этой тенденцией и тестировать эти продукты, потому что в каждом из этих продуктов чувствуется рука профессионала, вот честно. И если вам интересно узнать о какой-то косметике вот какого-то другого визажиста, обязательно пишите комментарии, я по возможности постепенно-постепенно буду делать обзоры. Так, давайте приступим. Первое, о чем хочу вам рассказать, это тональная основа. Тональная основа называется Mousse Foundation, и оттенок у меня C3. Эта тональная основа является бестселлером Ness Cosmetics, и сейчас объясню почему. В первую очередь, я считаю, что аналогов ей на рынке сейчас не очень много, из-за ее вот этой вот муссовой текстуры. В первую очередь, эта тональная основа лучше всего подойдет для жирной кожи, для нормальной кожи, склонной к жирности. И чем более сухая кожа, и чем больше у вас шелушений, тем больше она вам не подойдет. Эта тональная основа меня очень сильно удивила, потому что она единственная из всех, которые я тестировала, настолько круто выравнивает текстуру лица. Я не встречала еще ни одну, которая бы вот настолько просто выравнивала текстуру лица, и меня это просто поразило и покорило. Единственный момент, который может быть здесь спорным, о котором я хочу обязательно упомянуть, это состав ее и ощущение. Ощущается она очень сильно силиконовой. Я скажу вам абсолютно честно, меня изначально такая текстура напугала, потому что я всегда больше обращаю внимание на тон какой-то более вот сияющий, какой-то более кремовый, наверное увлажняющий. Для меня вот это, это скорее был бы не самый лучший выбор, я бы скорее всего даже не обратила бы внимания на эту тональную основу, но хорошо, что я ее попробовала, потому что текстура действительно очень уникальная, и то, что она создает на лице, это просто, я не знаю, ни в какие сравнения не входит с какой-то другой тональной основой. И я очень надеюсь, что на видео это видно, вот этот весь эффект, который она создает. Что касается метода нанесения, то здесь лучший метод нанесения это руками. Я пробовала кистями, спонжем, да в принципе чем я только не пробовала, мне не очень нравится. Вот руками лучше всего она ложится, она просто тает под руками, под теплом кожи, и идеально наносится. Для меня это тоже не самый любимый способ, вы знаете, как я ненавижу наносить руками, но вот этой я готова этот момент простить, и я ей пользуюсь зачастую, когда мне нужно куда-то на выход, когда мне нужна бешеная стойкость макияжа, когда мне нужно знать, что мне не нужно его поправлять, и при этом на фото тоже выглядит очень классно эта тональная основа. Так, давайте теперь пойдем дальше. Этот продукт как раз-таки, о котором я сейчас буду говорить, очень сильно меня заинтересовал. Я когда на сайте смотрела всю косметику, то этот я сразу открыла в отдельной вкладке, и я поняла, что мне нужно обязательно его попробовать. Это жидкий хайлайтер, называется он Sheer Glow Lotion, и оттенок у меня первый Movie Star. Это оттенок очень легкий, розоватый, жемчужный. Вот у этого хайлайтера именно жемчужный финиш. Не блестящий, не какой-то шиммерный, а именно натуральный перламутровый жемчужный. Он создает максимально натуральный эффект хайлайтера, то есть нету такого впечатления, что у вас здесь какая-то полоса металлических теней нанесена. То есть очень деликатно, очень натурально, но при этом очень классно. Он вообще потрясающий просто хайлайтер. Его можно смешивать также вместе с тональной основой и наносить ее на лицо, для того, чтобы более такой вот сияющий финиш получился. И можно наносить, как это сделала я, просто спонжем, вбивающими движениями на те участки, куда вам хочется нанести хайлайтер. Мне безумно он нравится, очень красиво выглядит, очень дорого и незаметно с другой стороны. То есть незаметно, что вы нанесли какое-то определенное средство. Еще одна штука, которая мне очень сильно понравилась, это румяна. И обратите внимание, какой оттенок у этих румян. Сейчас вот если вы на него смотрите, то скорее всего подумаете, что это корректор, а не румяна. Но это именно линейка как бы румян. И оттенок это 329 Bare Skin. По поводу этих румян я общалась напрямую с Еленой. И я когда от нее услышала подтверждение своих мыслей, которые просто годами у меня закрадывались, я почувствовала, что да, бинго, вот аллилуйя только надо было сказать после того, как мы с ней поговорили. Елена сказала, что румяна для европейских девушек, да, в основном она говорила про Украину, потому что с Украиной она больше всего работает с девочками именно из Украины. Но также это относится и для России и других стран СНГ. Именно к тем девчонкам, у которых очень светлая кожа, молочная или чуть-чуть более темная. Ну приблизительно вот таких вот, как я по внешности. И она сказала, что румяна таким девчонкам не всегда идут. То есть такие классические оттенки румян, розовые, даже персиковые, я не знаю, сливовые, бордовые, любые. Они не очень идут такому типу внешности. А если вообще ничего не нанести, то лицо кажется слишком плоским и слишком болезненным. Особенно после нанесения тональной основы, когда полностью выровнен тон, но при этом на щеках ничего нет. Я всю жизнь заменяла румяна бронзером или корректором, ну в основном бронзером. Я очень люблю оттенки бронзера, разные. Когда-то чуть более рыжий, когда-то чуть более холодный. Но я всегда наносила на лицо именно бронзер. Я практически никогда не наносила румяна. Меня с румянами можно увидеть, не знаю, раз там в 10 лет, наверное. И то это скорее будет очень-очень такой вот полупрозрачный оттенок какого-то персикового, такого золотисто-персикового цвета. Это единственный, который более-менее мне идет. Все остальные, они как-то неорганично выглядят на лице. И в общем-то, что она сказала? Что вот этот оттенок она разработала специально для таких девчонок, как я, кто не любит румяна. Но кому обязательно нужно что-то наносить для того, чтобы подчеркнуть рельеф лица и для того, чтобы освежить общий вид лица. И я просто, вот как я уже и сказала, мне просто хотелось после этого сказать, аллилуйя, наконец-то, наконец-то вот действительно есть какой-то человек, который подтвердил это. Я полностью с этим согласна. Я считаю, что румяна какие-то вот цветные, они выигрышно начинают смотреться уже только в возрастном макияже, потому что возрастному макияжу, да, нужно добавлять какой-то, какого-то цвета. Но молодым девчонкам зачастую румяна, вот именно цветные такие румяна, они не идут. И я для себя их редко, крайне использую. И также, когда я делала макияж кому-то еще, я также крайне редко и очень осторожно использовала румяна. Последний продукт, о котором я хочу поговорить, это жидкая помада. Она у меня сейчас на губах. Каждый раз, когда я ей красилась, у меня под видео разгорались комментарии в стиле «Скажи, что у тебя на губах». И я отвечала там, ну, локально, скажем так, но сегодня хочу ее представить в обличии, скажем так, и показать вам ее в видео. Помада это из линейки Liquid Velvet Lipstick, то есть жидкая вельветовая помада. Оттенок у меня 815 Chopsticks, и я когда ее выбирала, мне показалось, что этот оттенок будет идеальным на весну. Он вот такой яркий, свежий, броский. Вот как раз то, чего не хватало зимой, и то, к чему хочется стремиться вот именно уже весной и ближе к лету. Что касается характеристика этой помады, опять-таки я разговаривала о ней с Еленой. Она мне сказала, что сейчас вельветовые и велюровые помады, это будет основной тренд, вот приближающийся к нам, потому что никто не хочет отказываться от матовых помад, но в то же время всех уже задолбало, что матовая помада сильно пересушивает губы и стягивает губы, и в возрастном макияже особенно матовая помада очень сильно может стареть. Поэтому вельветовые помады и велюровые помады, это то, что было разработано как усовершенствование матовой формулы помад. У этой помады, опять-таки, ощущение очень муссовое, когда ее наносишь, такое впечатление, что эта жидкая помада немножко вместе с пудрой смешана, вот какое-то вот такое вот ощущение, при этом она гораздо комфортнее ощущается на губах, чем классическая такая сухая матовая помада, но выглядит она матовой. Вот сейчас если посмотреть на мои губы, если у них есть какой-то малейший глянец, то это разве что малейший какой-то глянец, но так она выглядит как матовая, и наносится она тоже как матовая. Ей можно задать классно форму, то есть скорректировать форму губ даже без карандаша. Я специально наносила ее без карандаша, без каких-либо баз, для того, чтобы вы убедились, как она наносится, как она смотрится. По стойкости она абсолютно так же себя ведет, как классические матовые помады, и я считаю, что это как раз-таки вот именно шаг в нужную сторону, в правильную сторону, когда мы отказываемся от дискомфорта, но все равно получаем все преимущества матовой помады. Вот, собственно, и все продукты, о которых я вам хотела рассказать. Я уверена, что я буду и дальше пополнять свою коллекцию этой маркой, потому что она меня очень заинтересовала. Кстати, в Одессе с 18 по 21 число будет проходить ежегодная выставка косметики и технологии красоты, и там на выставке, ну, на Морвокзале она проходит, для Одессе, так я думаю, это знакомо. Если вы хотите вживую потестить эту косметику, приходите на выставку, там будет стенд Nes Cosmetics, возможно, там сама Елена Смирнова будет. Я, к сожалению, этого не знаю, но возможно. Поэтому вы вживую сможете ее потестировать и посмотреть то, о чем я вам говорила. Если у вас нет возможности вживую ее протестировать, у нее есть официальный сайт, я вам оставлю ссылку внизу, посмотрите, познакомьтесь, почитайте, возможно, другие отзывы. Я думаю, что эта косметика вполне достойна вашего внимания, поэтому держите ушки на макушке и имейте этот бренд в виду, потому что он действительно очень качественный. На этом я буду заканчивать это видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Обязательно поставьте мне палец вверх, подпишитесь на мой канал, и, кстати, гарантированно, вот если вы подпишетесь на мой канал, у вас будет офигенный день. Вот давайте проверим. Подпишитесь на мой канал, и у вас обязательно будет очень классный день. Если же вы уже подписаны на мой канал, то нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, и YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео. Обязательно это сделайте, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!